Развитие бизнеса и привлечение новых сотрудников этим вопросом Алексей Гавырин уделяет особое внимание. Депутат Госдумы входит в комитет по малому и среднему предпринимательству. Он был впервые образован в федеральном парламенте четыре месяца назад. На помощь депутата и региональной власти рассчитывает Кольчугинский завод «Электрокабель». Общая выручка предприятия за прошлый год составила почти 18 миллиардов рублей. И с 2017 года на заводе реализуется масштабная программа модернизации. Новые линии производства позволили увеличить не только количество, но и улучшить качество выпускаемой продукции. Картанчик и линия гонит заготовку, ускоритель, подускоритель и вот приемник. Процесс очень простой. Отсюда перематывается туда. В прошлом году завод инвестировал в производство 600 миллионов рублей. В планах увеличить этот показатель. Уже закуплено оборудование. Мы видели, оно сегодня стоит на улице и планируется в ближайшее время монтажу. Крайне важно сейчас проговорить, какая помощь, какая поддержка нужна для того, чтобы эти инвестиции в итоге состоялись. На предприятии не скрывают. Проблемы есть. Основная – кадровый голод. Большинство сотрудников в погоне за более комфортными условиями уезжают в Москву и Московскую область. Эту проблему может решить сотрудничество с Институтом развития Дома РФ, уверен Алексей Гавырин. Один из вариантов строительства жилья для сдачи в аренду для работников из других регионов. Важно создать комфортные условия. И, по сути, многие регионы конкурируют за таких специалистов, за кадры, создавая комфортные условия для жизни. Соответственно, человек, он сегодня выбирает, куда поехать. В этой связи у Владимирской области есть все условия. Еще одно решение – конкурентная заработная плата. Алексей Гавырин уверен, проблему может решить единая система оплаты труда, чтобы зарплата специалистов из регионов ничем не отличалась от столичных. Это поможет не только сохранить сотрудников на местах, но и привлечь новых, уверен депутат Госдумы. Эту проблему не решить, например, без внедрения некой единой системы оплаты труда для врачей и учителей в рамках страны. Это то, чем я сегодня занимаюсь как раз в Государственной Думе. Рабочие поездки Алексей Гавырин проводит регулярно. Депутат Госдумы открыт к диалогу с жителями 33 региона. Своё обращение или просьбу можно направить ему лично на официальном сайте Игорь Липский и Вячеслав Сноровкин.